И потом в какой-то момент эти полицейские стали уходить. И когда они стали уходить, значит стало понятно, что будет что-то другое. А что-то другое стало видно, что там стоят спецназовцы. Там стоят, как его, водометы. Спецназовцы уже в совершенно, так сказать, другой форме, со щитами, с дубинками, как позднее оказалось с этими гранатометами. Потом эти машины, которые спускают этот звук, знаете... Сирены, да? Нет, это не сирена, это высокочастотный звук. Для того, что мобильный звук он, да? Нет, это действует, так сказать, на психику подавляюще. Вы сказали, что это еще и гранатомет, да? Нет, ну вот за этим. А, газ, да. Да, это как его. Объявление началось, милый женский голосок, значит, говорил, что женщины, старики, дети, так сказать, вот уходите, вообще, так сказать, разойдитесь, потому что сейчас будут применены, значит, предусмотренные законом меры. Насколько это обявление уже пошло? Я думаю, что это было где-то в начале 12-го. Да. Но сразу после обявления даже не было троноса пунты для выполнения веков, они сразу атаковали. Вот. Значит, водомет сначала, сначала водомет, значит, пустили. Погода отвратительная, мерзкая, так сказать, такая морясящая дождь, то это, как его. Еще водомет, в общем, это достаточно неприятно. Потом, значит, газы, а потом они двинулись и пустили в ход, значит, дубики и все такое. Но уже от газов было достаточно гадко и мерзко, оставаться там было невозможно. Поэтому народ, так сказать, разбежался. Но народ, разбежавшись, вскоре, опять же, собрался в возрастающем количестве, потому что люди подходили и подходили, так сказать. Я говорю, события, так сказать, происходящие, те, кто сидел, допустим, дома и пил чай или смотрел телевизор, их выгнали на улицу, потому что стало происходить нечто из-за ряда вон. Дело в том, что, конечно, там не было однозначно людей, которые просто спят и видят, как это была парламентская республика или президентская республика. Там были люди, которые боролись, скажем, за свои, как я, социальные права. Там были люди, которые были унижены, оскорблены, скажем, судебными властями. Там, в общем, разное. Вот, значит, этих разогнали, появились другие, эти разогнанные немножко отдышались, снова, значит, этот, как его собрали, снова то же самое. И так повторялось несколько раз. Но количество народа увеличивало все, и уже начало достигать, видимо, десятков тысяч человек. Опять же, в разных местах поруставили все. Мы были здесь в это время, и к нам приезжали люди с улицы, сказали, народу очень много, и народ идет на вот этих спецназов. И тут экстренно собрался вот здесь, вот в этом офисе, значит, руководитель, это Совета Объединенной Оппозиции, и приняли, в общем-то, чрезвычайно, с моей точки зрения, ответственное решение увезти людей с проспекта Руставы. Вот, то есть увезти их из-под этой экзекуции. И когда мы вышли, так сказать, на проспект, где стоят уже десятки тысяч людей, и когда мы сказали, что идем на Рихе, вот эта вот, так сказать, площадь в старом городе, большая площадь, на которой нет ничего, нет поблизости правительственных зданий, не блокируется движение, ничего. Много было недовольных, так сказать, нашим решениям. Потому что люди говорили, пойдем, мы сейчас, я не знаю, что с ними, как его сделали. Лидеров не было, все были лидеры, из-за этого, естественно, была организационная неразбериха. Ну и, в принципе, на пике своей была такая ситуация, как 23 ноября 2003 года. Но если они тогда ворвались в парламент, они вот эти старые лица, это не делать. Представим себе, что вот те люди в 2003 году не ворвались вот в парламент. Ничего бы не было, да? Да. Все было шумно. А эти вот, как раз, они поставили изначально, и, как я понимаю, так говорившись с западниками, что они этого делать не будут. Мы стояли около здания парламента, 100 тысяч человек, так сказать. 100 тысяч, да. Ну, 2-го числа. 2-го наиболее, 100, а может быть, и больше, да. Да, ну и никто не говорил, что давайте, так сказать, этот парламент можно было по камням АЗБ. Кому он нафиг нужен, этот парламент, извиняюсь, АЗБ? Нет, таких не было. Но, так сказать, в отношении этих спецназовцев, АЗБ был, так сказать, жуткой. И, я говорю, нами были недовольны. Куда вы нас уводите, так сказать, отсюда? Но мы убили, чтобы вывести людей из-под удара. Это раз. И, во-вторых, чтобы, так сказать, никаких мотивов у АЗБ не было снова атаковать людей, потому что там они никому не создавали никакой угрозы, повторяю. Если в правовом смысле было определенное оправдание того, что был разгон демонстрации на проспекте Руставили, это было понятно, скажешь. Правда, причина была не веская, но можно было понять, что вот так и так. В правовом смысле то, что они блокировали движение? Да, блокировали движение. Ну, в определенном смысле можно найти за и против этого. Когда народ собрался на открытой площади, это происходило, есть такой район, Ригея. Да, да. Где больше 40 тысяч собралось? Да, примерно. Там уже не было смысла их разгонять. Это, во-первых, а вот они как-то вели спецназ, который обучен действовать в уличных условиях. То есть, когда они клинами идут, скажем, у них фланги же прикрыты, потому что дома. А тут не было прикрытых флангов, и народ, который был разогнан в начале и, естественно, обижен, запал на них сбоку. Также бросили дымовую шажку в другую церковь, в Кашуэльцкой церковь. Ну, потом они, когда поднялись, наверное, в Лаварский район, там уже маленькие дома и частные дома. Естественно, там калитка, все такое, как подобается, скажем, такому частному дому. И там люди открывали, чтобы пускать, пускать бегущих, митингующих. А спецназовцы полицейские начали за ними гоняться. Они распылили свои силы. Ворвавшись с какой-то двора, там их было всего четверо-пятеро, а народу было много. И они нападали опять на полицейских и подручными, честными вещами, какими-то, я не знаю, камнями, балками, какими-то арматурой начали петь. В общем, они подставили своих полицейских. Но взвод войск, вы считаете, с чем был связан? Что со стороны правительства? Ну, они же разыгрывали, так сказать, схему государственного переворота, ничего не знаю, что ли. Им же надо было убедить, во-первых, самих себя, и во-вторых, на то, что происходит что-то чрезвычайное, так сказать. Что вот заговорщики, агенты России, Малайзии, ФРУ, Ирланды, собрались, так сказать, все вместе, производят государственный переворот и все такое. Это же надо было, так сказать, убедить кого-то. И в это самое время власти утверждают, что мы призывали народ к свержению. И как мы это хотели сделать? Мы призабрали вот этот народ, 60 или, может быть, больше тысяч человек, и направили збы в 10 километрах от этого места, для каких-то государственных стран, от которых не украли народ. То есть это были совершенно ложные разговоры, но они уже решили, что будут объявлять, что это переворот, Россия переворачивает, так сказать, Куринское правительство и участвует в этом деле, и мы все заговорщики. И поэтому у них было свое объяснение. Но после того, как они разобрались с нами, у них оставался еще объект, так сказать, и уже где-то в 9 часах они пришли на телевидение.